Продолжение следует... Итак, как и обещал, в этой части мы поговорим о настройках Corona SkinMTL в Corona Renderer. С ней тоже все настолько просто, что я уже даже не знаю куда проще. Первый параметр, на который я сразу обращаю внимание при настройке Corona Skin это Radius Scale. Допустим, если вы хотите сделать какой-то силиконовый объект в виде манекена, куклы и так далее, то можно ставить значение равное 5 или больше. Для кожи человека, я ставлю значение равное 2. Для cartoon кожи, трем. Далее, обычно я сразу загружаю диффузную карту в Overall Color. и CSS карту в Among Parameter Subsurface Scattering. Но я использую лишь 15% этой текстуры и смешиваю ее со стандартным значением равным единице. Лично мне этот подход нравится больше, чем просто использование текстуры. Таким образом, можно экспериментировать без Photoshop и получать разные результаты. После чего я загружаю карту Glossiness и все. Этого достаточно, чтобы получить реалистичную кожу обычного человека. И если же вы хотите создать какой-то сложный шейдер для монстра или необычный пигмент кожи, то можно использовать все оттенки. Здесь их три слоя. По умолчанию первый слот голубого оттенка, но для получения того результата, который я имею, достаточно перетянуть цвет третьего слоя на первый. Значение Layer 2.3 поставить равным 0.1 и радиус третьего слоя изменить на 7. Далее, чтобы получить более реалистичные поры и блики на лице, вам нужно создать еще карты для Glossiness, Reflection и Bump. Для этого открываем в Photoshop Albedo карту, обесцвечиваем ее, назначаем фильтр High Pass с радиусом равным 50 и с помощью левелов получаем все эти карты. В итоге вы достигнете такого результата. Как видите, ничего сложного в создании реалистичной кожи в Corona Renderer нет. Давайте подведем итог. Итак, для того, чтобы получить реалистичную кожу человека в Corona Renderer, вам нужно... Конечно же Albedo карта, которую грузим в Overall Color. Ее обесцвеченная и затемненная версия со светлыми пятнами в области глаз, ушей, носа и губ загруженная в SSS Amount. Естественно, используем ее с 15% смешиванием в вкладке Maps. Но не зацикливаемся на этом значении. Обязательно экспериментируем и останавливаемся на том результате, который вам понравится больше. Далее в два слота Reflect Glossiness грузим карту, полученную в Photoshop с помощью High Pass фильтра. В два слота Reflection Color засвеченную левелами диффузку. И в Bump Slot более светлую версию карты для Reflect Glossiness. Значения Layer 1 и 2 уменьшаем до 0.1. Экспериментируем с радиусом каждого слоя, их цветом, а также значением SSS Radius Scale. Glossiness карты используем не на 100%. Экспериментируем со смешиванием вкладки Maps. Значение Glossiness обычно ставим равным 0.7. Таким образом, получается фотореалистичная кожа с нужным SSS эффектом. Опять же напомню, если вам нужны мультяшки, ставим это значение равным от 3 до 5. И если силиконовая поверхность от 8 до 10. Это все, что я хотел рассказать о материале Corona Skin. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok